здравствуйте с вами программа тетабет и сегодня как обычно мы поговорим об экономике но только столько с точки зрения другой науки в данном случае сегодня у нас будет история точка отсчета будет статья господина медушевского под названием российские реформы с позиции теории когнитивной истории который была напечатана буквально недавно в третьем номере в журнал вопроса экономики и вот для этого для беседы мы пригласили к нам гости сегодня преподавателя казанского федерального университета гафарова анвара айратовича кандидата исторических наук доцента кафедры международных отношений и мировой политики института международных отношений истории и востоковедения здравствуйте анвара айратович здравствуйте и сразу же первый вопрос в своей статье господин медушевский проводит такую мысль что все реформы которые имели какое бы ни было историческое значение обязаны быть в мейнстриме так называемого когнитивного сознания который присутствует среди социальных элит и прежде всего из числа с просвещенной бюрократии насколько это реально как вы считаете вы знаете я признаюсь что я весьма скептично отношусь к умозрительным концепциям с теориям претендующим на всеобъемлемость пытающийся на некий универсализм пытающимся объяснить многообразный сложный исторический процесс на мой взгляд сложно говорить о неком когнитивном мейнстриме ну помилуйте какая может какой может быть мейнстрим идея прогресса в средние века религиозная докторина утверждала было утверждала и было письма пессимистично то что мир идет по пути убывания и все закончится крахом апокалипсисом что касается россии на мой взгляд идея общественного прогресса идея когнитивного сознания имеет очень слабое опосредственное отношение если будет на то вопрос почему то россия своим собственным самовосприятием государство практически совершенное на 99 процентов до россияне народ весьма самодостаточный весьма интересный пример борис годунов как-то предложил боярам детей боярских отправить учиться в европейского университета бояре были искренне удивлены ну господи ну чему нам учиться у европы мы слава богу православная ну царь настоял и около 30 детей боярских были отправлены в европу кстати обращаю внимание ни один назад не вернулся это на может еще пригодится ну хорошо я с вами согласен что если мы говорим о когнитивной истории то точек соприкосновения между россией и западом мало тем более между россией востоком но вот тогда такой вопрос может быть это просто блеф какой-то или игра слов может это просто один из способов зарабатывать денег на реформах вполне возможно вообще реформы европейские западноевропейские и российские они принципиально отличается на мой взгляд европейские реформы приводят действительному изменению радикально изменения существующего порядка вещей россии же перманентно живет состояние реформ российские реформы это скорее отнюдь не концептуальны они скорее напоминают антикризисные программы то есть своеобразную реакцию на существующей ситуацию то есть как ответ они как какое-то позитивное начало да то есть они решают скорее тактические задачи нежели стратегически хорошо тогда давайте более конкретно назовем фамилии и услышим ваше мнение второй вопрос заключается в следующем в той же статье медушевского автор говорит о том что на протяжении всей истории россии а это примерно 2000 лет если учитывать историю степи можно выделить только три исторические реформы с точки зрения как раз от этого мейн стрима которые укладываются в мировое течение реформаторство это он называет реформа петра первого александра второго и михаила горбачева как вы можете это оценить на мой взгляд любая периодизация она условно она генерируется в основном для удобства исследовательского дискурса выделение трех реформ на мой взгляд не совсем корректно как я уже сказали россия перманентно живет состояние реформ если говорить о реформ петра первого то очевидно что они выросли из реформ его деда отца и старшего брата то есть по сути петр первый ничего принципиально не выдумывал все начинания складывались предыдущие периоды правления михаилович до начинается алексей михаил даже можно сказать с михаил федорович да и сами реформы петра обратите внимание они весьма хаотичны их нет никакого порядка петр первый берется за одну реформу бросает берется за другую реформу возвращается к первой продолжает начатые реформы то есть если мы зададимся вопросом чем же объясняется порядок если он какой-то был в его реформах то можно очень легко ответить что реформы петра соответствовали потребностям ведения войны война диктовала порядок реформ порядок и характер реформ ну согласен те же самые великие реформы освободителя александра второго тоже были спровоцированы неудачами в крымской войне принципе да наконец тот же горбачев со своими реформами тоже в общем то как ответ реакция на спад в экономике советской вот в этой связи дополнительный вопрос почему же тогда господин медушевский не выделяет реформы октября семнадцатого года которые для 20 века были самым величайшими стей может сравнить столько новый курс рузвельта после великой депрессии как вы считаете почему он ленина не включил я думаю что те преобразования которые произошли вследствие октябрьской революции они слабо вписываются в его концепцию вообще мне сдается что в подобных случаях сначала генерируется общая теория идея а под нее уже где-то произвольно подбивается фактический материал на мой взгляд действительно октябрьская революция произошла произвела грандиозные изменения в общем то форме государственного государственной организации но в целом я хотел все-таки оговориться что все эти реформы они не приводили к принципиальному позитивную изменению сущность государственной системы осталась прежней ну да согласен ты многие критики большевиков тоже говорили что они продолжали царскую политику шовинизм это имперская система она сохранилась она то есть по сути октябрьская революция фактически была призвана спасти имперскую систему хорошо тогда такой вопрос последний в нашей встрече с вами как быть вот с последними выборами которые прошли у нас успешно для единой россии и в принципе удачно для всех партий парламентских связи с этим такой вопрос ни одна не парламентская партия не прошла в госдуму прошли только парламентские отсюда в продолжение господин медушевского я хочу дать вопрос кто же определяет общественный выбор голосовали все граждане россии прошли только парламентские партии так кто же определяет общественный выбор народ или все-таки действительно просвещенная бюрократия ну может конечно бюрократия хотя я бы не назвал ее просвещенной то есть у них есть ресурсы да да у них есть такие ресурсы которые позволяют эффективно манипулировать общественное мнение ну в данном случае о манипуляции речи даже не было у сторонних наблюдателей здесь наверно скорее всего идет не о манипуляции об использовании ресурсов то есть люди которые шли на выборы и владимир путин это подчеркнул они несмотря на все трудности верят в просвещенную бюрократию единой россии вы согласны с этим я бы хотел только дополнить что обратите внимание очень низкая явка значит далеко не все верят а в москве явка была наиболее может быть низкая люди в принципе уже не верят возможность изменить положение вещей путем выборов но это еще раз подчеркивает ваше мнение о том что россия всегда находится в условиях перманентных реформ спасибо вам большое анвар айратович ждем вас еще на нашей передаче хорошо до свидания буду рад а теперь информация от экспертов финист добрый день в первую очередь хотелось бы сказать о том что на рынках сша сформировался настораживающий сигнал речь идет о корреляции между долевыми и долговыми ценными бумагами на данный момент корреляция является положительной и наиболее высокой подобный уровень наблюдался в 2007 году после которого последовал мировой экономический кризис высокая положительная корреляция означает что акции и облигации движутся схожим образом а их движение тесно взаимосвязаны теории госбонды вообще должны двигаться в противоположном направлении то есть демонстрировать отрицательную корреляцию с акциями обычно улучшение экономики означает снижение спроса на трежерис и рост спроса на более рисковые бумаги однако спрос на облигации акции сохраняется на прежнем уровне wall street journal связывает данную ситуацию с тем что инвесторы опасаются смены монетарного курса фрс подобная ситуация уже наблюдалось декабре 2015 года когда фрс подняла ставки а также в декабре 2013 года когда начали сокращать программу количественного смягчения также отмечается июль 2007 года когда регулятор начал смягчать монетарную политику что не помешало наступлению финансового кризиса поэтому теоретически вас существует ситуация может повториться теперь давайте посмотрим что происходило летом на российском рынке индекс мвб на протяжении трех месяцев показывал уверенную положительную динамику и на данный момент находится на уровне около 1990 пунктов момент пробивая отметку в 2000 таким образом был преодолен исторический максимум и возможно что акция достигнув данного значения продолжит свой рост если посмотреть на индекс ртс то за три месяца он вырос на 8 процентов и в данный момент колеблется в районе 970 пунктов позитивная динамика акций может свидетельствовать о будущем экономическом росте по данным центрального банка улучшились и оценки относительно деловой активности и ожидания по инфляции так индекс деловой активности пемиай в июне и в августе превысил критическую отметку в 50 пунктов рост новых заказов и объемов производства достиг максимума за 19 месяцев объемы закупки сырья промышленными предприятиями оказались наибольшими за три года также по данным банка россии ожидаемая следующие 12 месяцев инфляция уменьшилась до минимального значения с октября 2014 года качественные оценки с использованием равномерного распределения представления о будущей инфляции составили 6,3 процента против 6,8 процента в июле помимо этого в первом после брекзита отчете мвф улучшил прогноз для россии спад в этом году продолжится и составит одну целую две десятых процента а уже в 2017 году ожидается рост экономики на один процент по мнению компании smp экономика россии все еще продолжает адаптироваться шоком вызванным ценами на нефть а также санкциями евросоюза и сша против москвы позитивные данные за летний период а также возможные повышенные ставки фрес до конца текущего года которое могло бы привести к распродаже российской валюты подтолкнули центральный банк россии понизить ключевую отставку до 10 процентов стоит сказать что снижение ставки пока никак не помогло рынку а в моменте даже оказало давление на котировки российских акций рубль показал минимальные изменения поскольку данное решение банк россии ожидалось большинством аналитиков и участниками рынка если мы обратимся к динамике изменения отраслевых индексов 2016 года то увидим что с начала года лидирующей позиции занимает электроэнергетический сектор с большим отрывом за ним идут металлургические и финансовые секторы которые за летний период также показали свой рост прибавив 68 процентов и 70 процентов соответственно нефтегазовый химический и машиностроительные сектора несмотря на относительно низкие темпы прироста находятся в небольшом подъеме единственным сектором который с начала года находится в минусе являются телекоммуникации что свою очередь становится одним из доведов не ставить на данную отрасль в то время как реальная экономика постепенно выходит из рецессии в июле и в августе в секторе потребления наблюдается довольно слабая динамика в августе реальные зарплаты в россии снизились на один процент в то время как реальные располагаемые доходы показали самое глубокое падение с декабря 2008 года за прошлый месяц этот показатель снизился на 8,3 процента общее состояние российской экономики за три квартала имеет признаки стабилизации и начала умеренного роста реального сектора однако российские потребители продолжают ощущать давление рецессии а это может негативно повлиять на дальнейший рост и развитие национальной экономики добрый день с момента прошлого выпуска наш на аналитических программ прошло около двух месяцев естественно за это время рынки изменились очертились некие тренды которые будут определяющими предстоящие месяца проанализируем динамику долгового нефтяного и валютного рынков начнем с облигаций важнейшим экономическим событием для внутреннего рынка долга стало решение цб о снижении ключевой ставки до 10 процентов на фоне замедления инфляции годовой темп прироста потребительских цен сократился до 6 и 6 десятых процентов по состоянию на 12 сентября 2016 года после 7,2 процентов в июле последствия этого шага отразятся на динамике доходности в ближайшее время также отметим что рейтинг в агентстве снг повысил прогноз по суверенному кредитному рейтингу россии с негативного до стабильного и подтвердила рейтинг на уровне wb плюс на рынке новых размещений наконец произошел серьезный всплеск активности отмечу некоторые предложения которые способны заинтересовать заинтересовать инвесторов особенно на фоне решения снизить ключевую ставку в банковском секторе предлагаю обратить внимание на доп выпуск биржевых облигаций серии было 13 тот фонд банк с погашением в 2025 году ближайшие оперты его в оферты в апреле 2017 действующий купон 13,5 процентов а эффективная доходность к оферте 13 95 а в секторе телекоммуникации ростелеком предлагает инвесторам биржевые облигации серии 001 п объемами эмиссии 15 миллиардов рублей с погашением в двадцать шестом году а финальный ориентир поставки первых 6 6 купонов составляет 9,2 процентов что выражается в доходности к оферте 19 сентября 19 года 9 целых 41 сотый процентов в транспортном секторе интересный выпуск транской интег транс контейнера биржевой выпуск амортизируемых облигаций серии было 02 объемом 5 миллиардов рублей имеет период погашения до марта двадцатого года ориентир по купону составляет девять с половиной процентов что выражается к эффективной доходности в девяти восемь десятых процентов годовых другие привлекательные имитенты представлены сейчас на таблице а что касается спроса на российский гособлигации тонн продолжает оставаться высоким но доходности падают вместе с рублем это может говорить о некотором охлаждении интерес например со стороны иностранных инвесторов в ожидании роста ставки в сша негативный тренд по нефти также сейчас не способствует росту популярности офз снижение ставки в рф также влияет отрицательно на спрос нефтяной рынок здесь ситуации в последнее время выглядит следующим образом с начала года мы видели повышательный тренд который закончился в июне первые два месяца лета черное золото было медъежном тренде однако в августе и сентябре ситуация изменилась стоит для интереса отметить что на нефтяном рынке сформировался паттерн голова и плечи действительно если посмотреть то можно увидеть перевернутую модель свидетельствующий о том что цены могут дойти до 78 долларов за баррель уже в первой половине 2017 года однако тут же сообщу следующее за время нефтяного кризиса 14 16 годов нефтяные компании изменили способ разведки новых месторождений нетрадиционные способы разведки приобретать все большее значение позволяя добиться приемлемой ретабельности добычи превосходя прибыли от обычной разведки начиная с 2013 года соответственно раз компании больше не стремятся используя в производстве обычные методы исследования возможно нефтяной рынок больше и не вернется к своим традиционным для 21 века высоким ценам но не стоит забывать про то что огромное количество факторов оказывает влияние на черное золото так вот одним из таких факторов является валюта индекс доллара сейчас находится в ожидании решения по ставкам фрс сша до конца года в случае ужесточения политики а сейчас для этого есть существенные условия мы можем ожидать укрепление американской валюты по отношению к другим мировым а также соответственно изменения на товарных рынках как мы знаем они обратно связаны большинство уже не верят в рост ставки в сентябре но на декабрьском заседании это произойдет с большей долей вероятности согласно фьючерсу на рост ставки в сентябре вероятность этого составляет около 10 процентов эту логику поддержит облигационный рынок доходности краткосрочных бумаг снижается долгосрочных растут а так выглядит динамика ряда валют по отношению к доллару пока фрейс рассуждает о сроках повышения ставки валюты развивающихся стран пользуются спросом как только как только на рынке будет больше определенности рост доллара неминуем рубль на удивление стабильно проводит 2016 год с апреля он находится в диапазоне 62 68 причем рынок нефти за это время обладали намного большей волатильностью факторами стабильности стала и взвешенная макрополитика и действия центрального банка россии ближайшее время ожидать сильного ослабления национальной валюты не стоит на ситуацию на валютном рынке однозначно скажет влиянием ставка фрс сентябре или декабре этого года а также погашение государственного долга здесь ситуация следующем до конца года пиковыми месяцами станут как раз таки сентябрь и декабрь 10 и 15 миллиардов долларов сша рост объема выплат в теории может негативно сказаться на курсе рубля так как компаниям приходится аккумулировать валютную позицию в реальности же ситуация зачастую сглаживается за счет частичного рефинансирования долговой нагрузки в семнадцатом году общая величина платежей снизится составе приблизительно 70 миллиардов долларов основную часть будут составлять кредиты и депозиты доля которых увеличится до пятна до пятидесяти одного процентов и долговые обязательства перед прямыми инвесторами предприятиями прямого инвестирования основные выплаты приходится на долю корпорации это около 116 миллиардов долларов роль банков существенно снизится с 32 в 2016 году до 19 миллиардов долларов в семнадцатом году теперь мы слово передаем экспертам группы элса здравствуйте ягод духа кафанис студент 4 курса казанского инновационного университета перед вами график по онорникель данный график относительно адаптивный следует воздержаться от каких-либо покупок перед вами график по он роснефть данный график адаптивный следует воздержаться от покупок так как возможно снижение акций перед вами график по о камаз данный график нестабильный следует воздержаться от всяких покупок акций перед вами график по башнефть график относительно стабильный и следует воздержаться от каких-либо покупок больших объемах И, наконец, традиционное домашнее задание. Показано на графиках индекса деловой стабильности в России за июнь, июль и август. Но для российской экономики положение индекса деловой стабильности на уровне А- является совсем нежелательным, так как российская экономика еще не вышла из депрессии 2010-2012 года. Для российской экономики необходим рост макропоказателей, что неизбежно приводит индекс деловой стабильности к уровню B-плюс. Поэтому вопрос, что ожидать в индексе деловой стабильности России на осенние месяцы? И будет ли ожидаемый рост макроэкономических показателей или продолжится вялотекущее топтание на месте? Спасибо за внимание. Встретимся в декабре. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!